Всем привет! Жмей я здесь, друзья мои! Поставить цветочки! Путешественница! Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи! Мои дорогие друзья и подписчики, зрители моего канала, сейчас я готовлюсь к прямому эфиру в инстаграме, и у меня есть какое-то еще время, и я хотела бы с вами поговорить и рассказать историю одной моей подписчицы. Как раз читаю сейчас комментарии под предыдущими видео, и вспомнила, и думаю, эту тоже историю надо рассказать, с вами поделиться. У меня есть такая знакомая. Хочу рассказать, с чем некоторые из нас и из вас могут столкнуться. Она познакомилась очень интересным образом. Одни знакомые ее познакомили с турецким мужчиной. Допустим, у подруги есть муж, и у него есть родственник, который Бекяр, одинокий, разведенный, ищет женщину, хочет познакомиться. Их как-то познакомили по интернету, вживую они не видели, и все ее устраивало, и все его устраивало. Но у него было двое взрослых детей, вернее, дочь была взрослая, а сын продолжал, кажется, учебу еще. Но дочь уже была самостоятельная, работала, но была не замужем. И эта женщина, естественно, спросила, твои дети не будут против ли наших отношений. Ну, он с первого дня сказал, что хочет жениться. Жениться, и все. Ему тяжело одному, он хочет быть счастливым человеком. И они строили какие-то отношения, и вдруг пришла пандемия опять, и их встреча не получилась, и они продолжали общение по интернету. И вот она списалась со мной, кое-что спрашивала, советовалась. Она говорит, у меня все хорошо, все пучку пучком, все идет по плану. Я ему сразу же сказала, что мне надо то, 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 и мне надо вот так, вот так, вот так. Он на все соглашался, в общем, у них роман, как только откроют границы, я сразу же вылетаю к нему. Ну, меня, конечно, удивило то, что они никогда не встречались живой, я увольняюсь с работы и переезжаю туда, в Турцию. Но у каждого своя жизнь, у каждого свое мнение, я только могу что-то подсказать, а дело каждого прислушаться к моему совету или нет. Вот, так вот, мои хорошие, и она, значит, пропала. Это такая предыстория. Следующая, слушайте, очень интересная. Ну, а дальше, как разворачивались события? Ну, они перезванивались, постоянно были на связи в интернет. В общем, он готовился, она готовилась, и как только открыли границы, она каким-то образом приехала к нему. Приехала к нему, это она мне все рассказывала потом, вот сейчас, когда с ней произошла вот беда. И она приехала к нему, и вроде бы все у них нормально было. В один прекрасный день, где-то я с ней общалась в июле, да, или в июне, и вот она мне пишет, звонит мне сначала. Я так удивилась, потому что мы в основном голосовыми или сообщениями, или разговаривали так, ну, она предупреждала о самом звонке, и в том случае вдруг звонки звонят, звонят, звонят. А я была на встрече, но никак я не могла ответить ей на звонок. Я ей потом написала, что случилось, мне срочно нужно поговорить. Я говорю, ну, срочно мне не получается, минут через 10 хотя бы как-то. Хорошо договорились. Отвечаю ей, звоню, я ей перезваниваю, и она мне рассказывает такую ситуацию. Светочка, что мне делать, я не знаю, но что случилось? И все по порядку, она рассказала мне. Они поженились, все было нормально, поехали куда-то на курорт, здесь недалеко, в Турции, и потом все тонкости рассказала мне. Поехали на курорт, отдохнули, вернулись, и дети были вроде бы не против. Вот их брака. Но когда отец только им говорил, что я женюсь, они были не против. Но как только она появилась на самом деле, приехала к ним домой, в этот же день они, дети, исчезли из их жизни. Отец так любил детей и так любит детей, что их отсутствие, он вообще, говорит, изменился, говорит. Вот если, говорит, я бы к нему не подошла, он мог целый день сидеть молча, и вообще я его не интересовала. И это все депрессивное состояние из-за того, что дети к нему не приходили. Они не отвечали на телефон, на звонки. Вот они устроили ему такой бойкот, и он отыгрывался на своей молодой жене. Молодой жене, я имею в виду только-только, а не 2-3 месяца. Она говорит, я не знаю, что происходит, но это еще не все. Когда вот была такая ситуация, да, я хотела, пыталась с ним поговорить, они начали выяснять отношения, что происходит между ними, и он высказал ей. Вот если бы я знала, говорит, что так будет, мои дети от меня отвернулся, я бы на тебе никогда не женился. А я говорю, а как любовь? И говорит, я удивляюсь, куда делась любовь? Все исчезло. Светлана говорит, у меня, говорит, я когда, как приехала, 10 или 15 лир в кошельке, у меня до сих пор эти 10-15 лир. Он мне ни разу не давал денег. Он мне... Я даже пошла с ним в магазин и хотела купить шампунь и бальзам для волос. Он на меня так орать стал там. Я ничего, говорит, не хотела в жизни. Я выбежала со слезами на глазах, как он на меня кричал, как на какого-то подростка. И было столько ситуаций. И говорю, как это? Он мне ничего не покупал, мы питались дома. Я говорю, а как медовый месяц? Мы, говорит, поехали к его родственнице, тете. Там даже, говорит, воды не было. Воду грели на балконе, жара, потому что на курорте, баллонах. И купались этой водой, потому что там было летнее. Мы, говорит, один раз или два раза пошли чай и выпить кофе, а в основном я стояла возле плиты. Я была в шоке, друзья мои. Но это еще цветочки. Я говорю, а как свадьба, как все произошло? Мне было интересно. Да, говорит, у нас, говорит, свадьбы не было, но была, говорит, роспись. И, ну, он мне все купил. А что там купил? Да, говорит, одни туфли, одни босоножки, вторые босоножки. Я, говорит, его просто заставила купить. Я говорю, а сколько они стоили? Не знаю, говорит, 50 или 60 лир. Ему так не понравилось. Я говорю, и он, говорит, мне такое, вот я так поняла из разговора, что он в дешевых местах ей все покупал, в дешевых маркетах. Но она, говорит, мне это ничего не нужно. Мне нужны были какие-то отношения, тишина, спокойствие, счастье. Все было вначале замечательно. А потом из-за того, что дети устроили бойкот, оно все исчезло куда-то. Ой, и когда они поругались, она говорит, ну, если такая ситуация, я уеду тогда, говорит. Если для тебя дети так важны, и я для тебя ноль, я уеду, говорит. И тут вдруг он изменился. Начал, говорит, кричать, как будто его подменили. И, говорит, все, мы разводимся. И вот в этот момент она мне звонит и говорит, что делать? Я говорю, а как разводимся? Она говорит, я возвращаться мне, я еду в Сумранскую страну. Ну, что я скажу, говорит, людям, которые я на работе, вообще все. Это какой-то, говорит, крал для меня. Но это не важно. Самое главное, что он сделал после нашего скандала. Я была в душе, я услышала шум дверей, и его нету. Вышла туда-сюда, и как-то, как-то вот зашла, залезла в тумбочку. Мое золото все исчезло. А я говорю, а какой золото? Да, говорит, он мне, говорит, на свадьбу, говорит, подарил и колье, и браслеты. Все как положено. И у него машина шикарная. Как он рассказывает, квартиры. И эта квартира, и жене бывшую он квартиру оставил, и детям там. Ну, у него состоятель. Но такой, говорит, жадный, он мне, говорит, никогда ничего не принял. Больше не купил после свадьбы. Вот как на свадьбу купил, там, одел гостюм, там, босоножки, там, все по мелочам на первую. И все, говорит, у меня все свое. Потом рассказывал, что когда она заглянула в тумбочку, это все золото пропало, исчезло. И вот, когда он явился, спустя час или два, и она спрашивает, где это золото? А он, говорит, я отвез, говорит, его. Я у тебя забрал его. Как, говорит, забрал? Ты, говорит, сказала, что ты уедешь. Я забрал, говорит, его. Она, говорит, она ответила, говорит, для меня я и так не хотела брать золото. Мы пойдем, говорит, я уже договорился с юристом. Все так быстро решил. Я, говорит, договорился с адвокатом. И все, говорит, мы разведемся, я тебе куплю билет. И то, говорит, пускай сын твой купит билет, я через месяц себе деньги отдам и все. Друзья мои, я в шоке была. Я думала, как это так? Я говорю, послушай, послушай, утро вечером мудренее. Не решай так. Как так все? Ты же, сколько времени вы были? Говорит, все это, говорит, эти два месяца, ну, три месяца. Это какой-то ужас, пока, когда дети не ходят. Это, говорит, не жизнь, а ужас. Мы сидим целыми днями дома и все. Его не выгонишь. Он остался без работы, кажется, но какую-то пенсию получает и где-то еще подрабатывал. И, говорит, остался без работы, говорит, коронавирус. Но, говорит, машина шикарная, все шикарное. И вот такая ситуация. И я и сказала, послушай, не надо рубить все с плеча. Ты, когда он вернется в следующий раз, вот он вышел куда-то, ты вот ашкэл туда-сюда, давай поговорим. Может, что-то ты, ну, конечно, мужчинам не нравится, когда они говорят, я уйду от тебя, все. Это для них крах. И они меняют ситуацию. Она говорит, хорошо, Светочка, я так сделаю. На следующий день она мне звонит и говорит, Света, все, говорит, я собираю вещи, уезжаю. Почему? Мы, говорит, сели, начали говорить. Он опять начал на меня кричать. Я тоже не выдержала, ему ответила. И он опять сказал, говорит, все, говорит, ты, говорит, уезжай. Я, говорит, так не могу, я не хочу так. В общем, любовь куда-то исчезла. И я, говорит, если ты мне отдашь развод, я, говорит, тебе завтра или как перед отъездом пойдем разведемся. И если ты мне все в порядке, я тебе верну это золото. Она говорит, не надо мне ни твое золото, ничего, я тебе не дам ни развод, ничего. Кто-то ее научил тоже, я тоже посоветовала, что так быстро не надо развод. И эта женщина, что делала, и сказала, оставь меня в покое, вообще уйди, у него много сестер было, уходи из дома и все, дай мне побыть одной. И она придумала план, придумала в этот план, как раз и общалась со мной. Она собрала чемодан, сын ей купил, ей билет. Она познакомилась с какой-то одной женщиной, и она забрала ее в этот же вечер к себе. И на следующий день помогла ей доехать до аэропорта, и она отправила и улетела к себе на родину. Прилетела и вздохнула. Ну а он даже не сообразил, что она так примет решение и такой поворот будет. Ведь он же хотел, чтобы она развелась и так уехать. Она уехала неразведенная. И я, когда приехала, когда она прилетела, к себе вернулась, а мы переписывались, разговаривали. Она говорит, Света, мой телефон не смолкает, я его заблокировала, его звонит сестра, тетя. Я с ними разговариваю, и они говорят, ну почему так, не надо было тебе уезжать, может он бы остыл. Я говорю, он сказал мне, все, мы разводимся уже, как бы и осталась. Такая ситуация. И она сейчас не дает ему развод, она уже все подумала. Я, говорит, морально, сколько пережила, столько слез перелила. Один месяц была счастлива, пока мы там были, а потом это был какой-то ад. Деньги не давал. За бальзам он устроил мне скандал, говорит, в магазине. Он вообще вот такой был. Я же, говорит, покупаю все кушать. Он думал, что кушать это все. Женщине, что нужно, допустим, что-то новенькое, да, для подарок, сюрпризы. Ни к чего он не делал ей. И она говорит, я так в нем ошиблась. Какой он был другой совсем человек по интернету, а вживую так. Она уехала, сейчас уже приходит постепенно в себя. Но, говорит, история ее не заканчивается. Он стал таким любезным, таким ласковым в последнее время. И, спасибо, Ашка, мы с тобой в одном тоне. Вин Ренкевар. Таким ласковым, таким нежным он стал после того, как уехала. Что вот, когда что-то хочет добиться, развода, и поэтому так. А потом, говорит, другой день начал кричать на меня. В общем, такая история, друзья мои. И еще раз предупреждаю всех, пока вы не познакомитесь воочию с мужчиной, не встретитесь хоть один раз, не принимайте скоропостижных решений, не рубите все мосты, не бросайте работу. Просто вот в случае, когда женщина вышла замуж, все было в золото, все. Но все произошло вот так вот, обернулось все против. Я Богу благодарна, что у меня есть мой муж. И что, и я его буду и сюсюкать, и мусюкать, и лелеять, и все. Потому что он действительно один из самых хороших мужчин в мире. И мне повезло с ним. А если есть какие-то нюансы у нас, капризы там, и что-то спорим, все это касается еды. Это все из-за этого. Потому что я иногда люблю... Но сейчас уже я не экспериментирую. Так что у нас все нормально. Конфликтов нет, вы сами видели, как он за мной ухаживает. Так вот, мои хорошие, история, она сказала мне, можно рассказать, чтобы я поделилась с вами. И, говорит, наша история не закончилась. Наверное, будет продолжаться. А продолжение смотрите дальше, как только получу свежие новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Я готовлюсь к прямому эфиру. Пью чай. Субтитры сделал DimaTorzok